Это улица во Вьетнаме, по которой проезжает настоящий поезд. Там живут обычные люди, дети гуляют, собаки, кошки бегают. И все знают расписание поезда. Вот так, например, могут мыть посуду прямо у входа в кафе. Или накладывать еду не самыми чистыми руками. Про разного рода живность тоже не забываем. Эти красавцы могут заползти в том числе и в квартиру. Привычные нам продукты здесь станут очень большой роскошью. Необычный безлимитный ресторан во Вьетнаме. Перед каждым человеком на столе стоит газовая конфорка, на которой кипит бульон. По ленте едут сырые овощи, мясо и морепродукты, которые можно брать без ограничений и варить в этом бульоне. Очень вкусно. Я доелась креветок и осьминогов до отвала. Стоимость за человека всего 1200 рублей. Так выглядит обычный вьетнамский автобус. На входе ваши обувь упакуют в пакет и заставят снять носки. Есть места как внизу, так и наверху. Мы спали внизу. Все места лежачие. Есть телевизор, водичка, юсб, пледик. Закрываешься шторками и всю ночь спишь за 700 рублей. Это кошмар. Жарят собаку. Жизнь во вьетнамской деревне день первый. Моя подруга вьетнамка пригласила меня в гости к своей маме и теперь я живу здесь. Из окна у меня видно манговое дерево, кстати. Меня разбудили рано утром, потому что пора было завтракать супом в фобо. После этого мы поставили палочки на алтарь для предков и поехали гулять. Нашли рисовое поле и встретили местную корову, которая была не очень рада нас видеть. Нарвали авокадо прямо с дерева и вернулись домой. На обед мы все вместе готовили настоящий спринг роллы, а вечером к нам в гости пришли соседи и мы пели в караоке. А завтра я пообещала им приготовить настоящий русский борщ. Редактор субтитров А.Семкин